Друзья, привет! С вами Маргария. Сегодня будет интересная тема. Буду рассказывать, какие дома здесь, в Америке, чем они отличаются. Будут неожиданные пункты, и когда вы сюда переедете, вы должны об этом знать. Или, может, вы уже переехали и хотите просто быть подготовленными или планируете. Я не знаю, вот у меня тут тетрадочка, мой блокнот волшебный. Я все записала, чтобы не пропустить, и все пункты вам назвали. Первое, что я хотела бы рассказать, в американских домах, квартирах, как правило, нету прихожей, нет коридоров вообще. Вот ты зашел, и ты сразу оказался. Либо в кухне, вот как у меня, в принципе, у нас есть дверь и фронт, и бэк-ярд, да. Поэтому одна дверь выходишь, и сразу ты на кухне оказываешься, вторая дверь заходишь, и ты сразу в гостиную оказываешься. И так, в принципе, повсеместно, так это везде устроено. Нет никакой ниши, нет никакой полочки, нет никакого места, куда бы сложить обувь, потому что они, в принципе, не разуваются. Ну, вот так устроено. Я не знаю, с чем это связано и почему. Обычно они делают снятие своей обуви, то есть они целый день не ходят, и снятие обуви происходит где-то возле кровати или на пути к ней. Вот, поэтому в прихожую заходим, и сразу оказываемся, куда вешать, куда все бросать, просто ай, на пол бросим. Как-то так. Вот, ну, на самом деле, мы люди такие, которые нам нужны полочки, мы это ставим, все, как-то пытаемся, чтобы это было как-то, может быть, чуть-чуть красиво, ну, как получается. Вот ты сразу зашел домой, и у тебя уже, по сути, гостиная начинается, все, вот уже столик стоит, телевизор, то есть никакой ниши, так сказать, да, или коридора, в нашем понимании, ничего нет. Тут же ты ставишь эту полку, тут же ковер, и все, и ты дальше уже сразу попадаешь. У кого-то это вход сразу в кухню. Следующий пункт. Входные двери, они условные. Если в наших квартирах, в наших домах всегда будут одна, а то и две двери, они будут супер, там, против кражные, там, супер с замками, и обычно люди не экономят на таком, то здесь это будет, ну, такая обычная дверь, скажем так. Ну, возможно, возможно, будут их две, одна будет такая сетчатая, просто она защищает больше от насекомых летом, пыли какой-то, да, там, не знаю. Но как сейфити она не работает, естественно, это просто вот дверь и все. Там обычный замочек такой, ничего особенного. И даже часто бывает так, что просто американцы даже ее не закрывают. Наверное, это связано с тем, что здесь ты можешь открывать огонь в своей квартире, на своей территории дома практически без предупреждения. Оружие есть у многих. Судите сами, хорошо это или плохо. Но это факт. И, соответственно, так просто человек, наверное, не полезет к другому, потому что будет бояться просто лишиться жизни, скажем так. Вот. Такая доступность немножко пугает людей из постсоветского пространства, да, потому что, ну, мы к этому очень не привыкли, скажем так. И ты себя чувствуешь немножко неуютно. Во всех домах должны быть стирки хотя бы, но нет. Здесь есть такая тенденция, такая мода, я не знаю, как ее назвать. Люди почему-то ездят в лаундри, то есть едут, берут свои пакеты вот эти большие, да, берут пакеты с грязным бельем, едут вообще куда-то. Ну, допустим, их не нужно ехать далеко, потому что это, в принципе, очень много где есть. Но, тем не менее, они едут, везут свои шмотки, загружают их, ждут там час-полтора, пока это постирается, потом перегружают в сушку там же, в этом же лаундри, ждут еще там, допустим, минут 30-40-50, в зависимости от того, насколько большой объем, да, и потом везут эти сухие вещи снова в аулы домой. Это очень неудобно вообще. Один год мы жили так, но, единственное, мы не ездили прямо в лаундри, лаундри был в нашем билдинге, то есть в нашем доме, но это была общая лаундри, ты идешь туда, там, мы жили там на третьем этаже, и нужно было спуститься по лифту или по лестнице вниз с этими баулами, загрузить машинку, а машинки были еще не всегда свободные, потому что много кто хочет постирать свои вещи, и, соответственно, ты загружаешь это все, потом тебе нужно вовремя прибежать, потому что бывали такие случаи, что человек просто выгружает твои вещи, просто сверху их складывает, потому что он хочет тоже загрузить быстрее и тоже постираться, ну, в общем, очень интересно. Потом ты перегружаешь их в сушку, в сушке там еще, допустим, 40-50 минут, тебе снова нужно вернуться, забрать все свои вещи, отнести домой, разложить. Это очень утомительно, я не совсем понимаю, почему так устроено, хотя бы стирку можно было поставить, ну, особенно по бюджетных, скажем так, апартментах, квартирах, это повсеместно, да, так распространено. Если квартира подороже, да, получше, билдинг будет поприличнее, скажем так, то, естественно, скорее всего, будет и сушка, и стирка внутри, в вашей квартире. Это, конечно, безусловно, очень здорово, но за это ты будешь платить больше за аренду квартиры, выбирать, что вам подходит, и на данный момент, как вы, какими средствами вы располагаете. То есть, ну, какое-то время, наверное, потерпеть можно, если, допустим, недостаток средств, да, а потом уже, конечно, по возможности, перебираться в более благополучные районы, в более благополучные билдинги. Следующий пункт. Квартиры в основном сдаются пустыми, то есть, укомплектована вот кухня, да, и всё. Там есть, понятно, вся техника, вся мебель именно на кухне. В столовой, соответственно, нет, нет никакой посуды, нет никаких приборов, нет столов, на которых кушать имеется в виду, нет стульев, да, нет диванов, телевизоров и так далее, и кровати, соответственно, тоже нет. То есть, всё, что есть, стиралка, сушка, если они включены, всё, что есть, холодильник, бывает, его нету, но это, скорее, наверное, к бюджетному жилью относится, потому что, если жильё не сильно бюджетное, оно включает холодильник. Ну, чаще всего вообще включает, на самом деле. Вот, понятное дело, посудомойка, микроволновка, печка, всё это есть. Вот, остальное вам придётся купить, найти, купить дешевле, там, типа Авито, да, какой-то offer-up, используйте, и будет вам счастье. Следующий пункт, как раз вот я упомянула, что в домах всегда есть микроволновка, она огромная, прям большая микроволновка, обычно во всех домах есть, и это прям обязательный пункт, что была микроволновка, они очень любят, кроме микроволновки, это, конечно, посудомоечная машина, ей тоже часто здесь пользуются, загружают посуду грязную, всё, она моется, ночью прекрасно стоит, отмывает, а утро ты встал, у тебя чистая, сухая посуда. В кухне всегда есть вот такая огромная микроволновка, она прям реально большая, ну и, конечно, посудомоечная машина, это прям обязательные вещи, которые будут включены. Следующий пункт будет о ковролине, здесь очень принято, очень любят, когда ковролин есть в спальне, даже бывает, что он есть везде. И ковёр, как вы видите, тоже, да, ковролин просто намертво прибит строительным степлером к полу, его, наверное, иногда меняют, в основном просто чистят перед тем, как заедет новый жилец. Это уже не очень гуд, на самом деле, потому что мы жили в одной такой квартире, у нас был ковролин везде, кроме санузла, да, то есть туалет с ванной был без, естественно, и вот эрия, да, готовки, где кухня, тоже не было ковролина, в остальном даже дайнинг-эрия, там, где ты кушаешь, там как бы был ковролин полностью, а ковролин, чтобы вы понимали, он прям присобачен полностью на строительный степлер, да, то есть он, ну вот, ковролин полностью, укомплектованный. Вот, и у нас тогда был такой случай, что у нас дочь разлила апельсиновый сок просто там полбутылки, у неё перевернулась бутылка, пока я бежала через всю квартиру, чтобы поднять её, он сок обливал её, тёк на ковролин, и это ужас, потому что мы не смогли отмыть, нас тогда, по-моему, около 200 или 300 долларов зачаржили за то, что, когда мы съезжали уже, за то, что они отмывали этот ковёр, вот, они это удерживают обычно из депазита, который вы платите при въезде в квартиру, это тоже очень важно понимать, поэтому тогда было не очень, но мы сами виноваты, как бы сами разлили, как это было отмыть непонятно, потому что я, ну, старалась очень сильно, и, конечно, часть какую-то она отмыла, но полностью вывести пятно не получилось. Следующее, хотела бы рассказать про спальни, то есть тут квартиры считаются по спальням, вот, допустим, одна спальня, всё, один бедрум, всё, неважно, то есть сама гостиная, там, где вы смотрите ТВ, там, где у вас, в принципе, в этой же зоне рядом, а дайнинг-каре, там, где вы кушаете, там, где у вас стоит диван, эта комната вообще не считается, она не является спальной, здесь, то есть в ней, по идее, нельзя спать, хотя в наших квартирах всегда родители там, да, спят в зале, так называемом, или в гостиной, да, ну, часто такое, наверное, бывает, и наши гостиные, они считаются, но здесь, как бы, они не считаются, считаются только спальни, то есть если у вас две спальни, то два бедрум, ну, и так далее, да, соответственно, гостиная не входит в это число. Следующий пункт, немножко моя боль, не везде есть полноценные ванны, а я очень люблю, ну, не часто, но периодически полежать с солью, расслабиться, да, это очень, там, магниевые ванны люблю, и ребёнку делаю, ну, то есть это, как бы, такие важные моменты, но не всегда осуществимые. Вот о чём я говорила, такая вот ванна небольшая, туда не могу лечь даже я с моим ростом метр шестьдесят, поэтому только в сидячем положении у меня вытягиваются ноги, то есть она совершенно небольшая, не сильно глубокая, ну, ванна есть, на том спасибо, но хотелось бы какую-то полноценную историю, хотя бывает полноценной истории тоже, то есть тут бывает по-разному. Часто бывает всегда, есть душевая кабинка, но ванной полноценной они есть, но они бывают либо такие маленькие, либо неглубокие, либо узенькие, прям полноценная ванна, наверное, за пять лет у нас была однажды, она была полноценная, большая, угловая, и это был кайф, потому что, ну, до этого были подобия ванны, я вам сейчас покажу, у нас получается есть в квартире сейчас, где мы живем, и ванна, и душевая кабинка, ну, ванна это просто детская, наверное, ванна. Следующая интересная особенность, отличительная, это электронные замки, да, с кодом, когда вы набираете код, открывается замочек, и вы заходите, часто достаточно это есть, встречается, особенно если вы путешественник, и любите там ездить, использовать такое приложение, как Airbnb, да, снимать жилье, там, конечно, это суперудобно, они это ставят, но и на обычных домах тоже это используется, это как бы удобно считается, удаленный такой умный дом, у нас билдинг тоже это установил недавно, умный дом, то есть мы удаленно через приложение включаем там хейтер, или кондиционер, мы удаленно открываем, закрываем дверь, то есть мы видим, что не будет такого, что ты вышел из дома, думаешь такой, а, я закрыл дверь или нет, ты открываешь приложение, такой смотришь, все двери закрыты, фух, и все, и идешь, то есть там, вплоть до того, что видишь, кто, когда, что открывал, каким кодом, и так далее, то есть там, вся история сохранена, вот, в принципе, удобно, опять же, не очень safety for me, то есть для меня это немножко не вызывает какого-то защищенности, что ли, вот, нужно спать с ножом, или с ружьем, вот, шучу, конечно, но в целом, как бы, инновационно, следующая отличительная черта, тоже, которая мне сильно не нравится, это отсутствие, ну, как бы, стационарного света, да, который прям в потолке, там, люстра, да, вот там проводочек торчит, ты подключил люстру, там, лампу, не знаю, все что угодно, вот, собственно, такими лампами обходятся все американцы, потому что наверху, как видите, ни одной, вообще, не предназначены ни одной люстры, но, правда, над дайнингами, да, то есть там, где ты кушаешь, там обычно висит какая-то люстра, у нас вот такая люстра, в этом доме, а так вот, такими штуками обходятся, точно так же это все в спальне устроено, поэтому, ну, как-то так, и это удобно, то есть у тебя, в принципе, есть всегда свет, он достаточно яркий, и я люблю, когда светло, ярко, и, как бы, ну, я люблю, в общем, да, свет, троллейте, свет, на эту темную комнату, здесь, как правило, нету никаких стационарных таких осветителей, просто стоят напольные лампы, в гостиной вообще нету, да, на дайнинг эре обычно есть люстра, какой-то осветительный прибор, и в кухонной зоне, да, ну, понятное дело, в туалете есть вентилятор и свет, ну, это, пожалуй, все, в спальнях обычно тоже никакого, ну, то есть стационарного, да, света нет в потолке, однажды, мы когда жили, у нас один раз было в потолке освещение точечное, да, там несколько ламп, это было суперудобно, потому что было и светло, и тебе не нужно париться и думать, ну, типа, что, как осветить эту комнату, это очень удобно, но тут, как правило, ты ставишь вот эту напольную лампу, и вот тебе свет, это прям вообще боль, следующая отличительная черта, она уже положительная, она мне нравится, в каждой кухне, в принципе, в каждой, есть измельчитель в раковине, и, ну, вот таких, да, отходов мягких, скажем так, и это очень удобно, потому что ты не выбрасываешь это все в мусорку, оно не лежит, не тухнет и не воняет, это все измельчаешь, там, еда какая-то, то есть тебе, там, или не нужно тебе идти, там, в туалет, да, как ты, вот, я помню, там, суп не доешь, тащишь эту тарелку с супом в унитаз, выливаешь, потом смываешь, здесь как бы в этом плане, в плане проще, ты просто, включаешь воду, нажимаешь кнопочку, начинает работать измельчитель, туда выливаешь суп, не знаю, кашу, какие-то еще остатки еды, и все перемалывается, и уходит в канализацию, вот, это удобно, это повсеместно есть, ну, по моему опыту, во всех наших домах, даже в бюджетном, было это, всегда это работает, всегда исправно, во всех домах, и во всех квартирах, то есть, это присутствует, это очень удобно, в общем, на самом деле, я знаю, что и в многих московских сейчас квартирах, это тоже начали устанавливать, и это уж круто, потому что, мне кажется, это удобно, это практично, это уменьшает, там, какой-то запах мусора, насколько хорошо это для, именно, для стоковых вод, то есть, больше нужно очищение какое-то делать, ну, тут больше хлорки, наверное, добавляет, поэтому, интересная особенность, люди часто здесь не пользуются шторами, особенно тюлью, вообще, кроме русских, наверное, ни у кого не видела, такие огромные, получается, окна, у нас высокие потолки, это нестандартный потолок, поэтому, окно практически во всю стену, и часто люди, ну, вот, примерно так вот живут, открывают окно, чтобы был хороший свет, и ты сидишь, вот тут дорога проездная, проходная, и всегда все хотят заглянуть внутрь, что же вы там делаете, и люди обычно даже вечером не парятся, они часто не зашторивают, даже вот эти жалюзи, и просто наслаждаются жизнью, можно сидеть и часами просто, наблюдать, как живут люди, в основном, это жалюзи, то есть, кроме того, что здесь достаточно большие окна, через которые они вообще могут даже жалюзи не закрыть, на самом деле, сиди, и вот так вот часами можешь смотреть, что делает сосед, как он живет, и они не будут абсолютно стесняться, это будет для них норма, вот, но кроме этого, в основном, это жалюзи, просто вот обычные такие жалюзи, у нас их используют в офисе, и поэтому я немножко себя обычно не очень уютно чувствую, но потом привыкаешь, и кажется, что уже, да норм как-то, вот, но в целом, наверное, я бы хотела повесить шторы, тюльку, потому что мне нравится, хотя бы в спальнях, потому что это уют как-то добавляет, наверное, да и в гостиной бы я тоже повешала, то есть на кухне бы, да, как бы не стало ничего менять, а вот в спальнях, да, и в гостиной, просто чтобы это был уют, я бы не закрывала тогда никакие жалюзи, да, пользовалась только бы шторами, потому что это, не знаю, как-то более красиво, эстетично, более уютно, как-то, и в интерьере это красивее смотрится, нет какого-то офисного, какого-то такого жесткого, да, восприятия, ну, это мое личное восприятие, не знаю, может быть, вы уже много лет пользуетесь жалюзи, вам нравится, поэтому, тут вкус и цвет, как говорится, и привычка. Кондиционер, тот же хейтер, это, по сути, кондиционер такой большой, а он отапливает квартиру, он же охлаждает квартиру, то есть вы понимаете, да, вот эта большая бандура ставится к каждой квартире, к каждому дому и работы, то есть это, как правило, встроенная система кондиционирования, и этот же кондиционер гоняют, как хейтер, как отопитель, если зимой, допустим, становится прохладно, ну, это так вот работает в Калифорнии, бывает, что хейтер работает, нет электричества, а от газа, тогда это будет значительно дешевле, но чаще всего это электричество, и, соответственно, зимой и летом, если зима холодная, да, опять же, летом так точно жарко, поэтому ты пользуешься кондиционером, и получается, что достаточно холодно, нужно сделать дома, что, ну, что повлечет за собой, конечно, большие счастья. Пальни, спальни, как правило, тут маленькие, ну, в основном, спальни небольшие, влазит только кровать, и, то есть, они предназначены, в основном, для того, чтобы вы поставили свою кровать, какие-то небольшие прикроватные тумбочки, на которые поставите свой свет, единственный в этой комнате, и, собственно, все, ну, будет место, чтобы пройти к шкафу, и пройти к своей кровати. Бывает исключение, что спальня могут быть чуть больше стандарта, и тогда вы сможете поставить туда хотя бы компьютерный стол, и вам не нужно будет делать отдельную комнату рабочим кабинетом, допустим, если вы работаете из дома, или еще что-то, да, но, как правило, да, вот так вот, даже в детской комнате мы ставим вот одна кровать, там, одна спальная, и мы взяли специально в океи, купили двухъярусную вот эту кровать, то есть снизу там типа место для игры, а сверху это спальное место, да, тогда больше пространства, больше места, потому что там уже нечего будет, нету места, чтобы куда-то что-то поставить, то есть там поставить еще стол, нужно, нужно поставить какой-то шкаф, я имею в виду там для книг, например, да, полочка какая-то, и все, и там, ну, все, больше места не осталось даже для игры, ну, а так как под кроватью есть место для игры, то хотя бы можно ребенку поиграть там, вот, ну, вот как-то так, не знаю, с чем это связано, хотя нижний там, ну, у нас нижний этаж, но вообще, в принципе, какая-нибудь гостиная достаточно просторная, большая, то есть там и диван большой поставить можно, и телевизор, и ТВ-стенд, да, под телевизор какой-то, полочку красивую, большую, и место еще останется для большого стола со стульями, ну, ну, как-то вот так вот. Еще хотела сказать про гардеробные, здесь, как правило, это прям гардеробные, это прям счастье для девочки, прямо радость, рай, не знаю, как хотите назовите, потому что это обычно встроенная гардеробная, это очень удобно. Вот такие шкафы обычно, зеркальная дверь большая, вот у нас в нашем случае это два больших шкафа, туда прям отодвигается, и все, она не сильно широкая, но достаточно, бывает валкин-клоза, то есть ты можешь прям найти внутрь, и оно отгорожено еще больше, естественно. Такие большие зеркальные двери, и там уже сам козе, там вешалки, да, немножко не хватает, наверное, полок, потому что, как правило, там просто вот так штанга идет, над штангой одна полка, и все, и дальше ты уже ставишь, по идее туда комод, да, с выдвижными ящиками, где ты можешь уложить, а половина клозета ты туда можешь вешать, ну и сверху что-то там не очень нужное уложить, вот как-то так это видится глазами американцев, и соответственно, это очень удобно, это большое пространство, часто даже бывает, что валкин-клозет, то есть ты можешь прям зайти туда, то есть это отделена достаточно большая территория, у нас вот на прошлой квартире так было, что там прям была дверь, туда заходишь, и вот там две вот так штанги, то есть ты можешь разместиться туда, и большой комод поставить, ну, то есть очень классно, очень удобно, мне очень нравятся американские вот эти системы клозетов, потому что даже когда мы еще жили в России, там тоже мы делали встроенный большой клозет, мы тоже часть комнаты, получается, отделяли, ставили большую зеркальную дверь, все это на заказ, естественно, делалось, и у нас был балкин-клозет, ну, правда, мы делали много-много полочек, ну, и места для штанг тоже было, вот, немножко мне здесь полок не хватает, а в остальном как бы очень здорово, мне нравится. А теперь, конечно, вы все хотите, наверное, знать про это, обоев здесь нет, реально, то есть, ну, в каких-то, может быть, 60-х годах была мода на обои, и в каких-то старых домах еще можно увидеть старые какие-то обои, и то там, наверное, они все-таки не делали прям большие территории, не заклеивали обоями, но какие-то комнаты, да, там, какие-то части дома они заклеивали. Вот, это, конечно, так мило, когда ты видишь это на просторах интернета, такие милые дома, но в основном это старые такие очень домишки, которые требуют сноса вообще или полной реконструкции, сейчас, по-моему, ну, практически никто вообще здесь не клеит обои, то есть, в основном, это покраска стен, и в такие тона достаточно очень универсально, это белый, это какой-нибудь такой нежно-бежевый, то есть, вот в таком стиле будет покрашена, покрашена, как правило, ваша квартира, ваш дом. Это быстро, удобно, это дешево. Я думаю, что это все связано с этим, во-первых, потому что тут большие потолки часто бывают, да, и, ну, не напасешься столько обоев, сил и терпения, и обои здесь вообще, кстати, очень дорого стоят, вообще дорого. То есть, это больше как роскошь, наверное, что ли, или, не знаю, как баловство какое-то. В основном все красят. Вот это самое такое распространенное. Подъезды, кстати, здесь в основном, ну, вот в Калифорнии конкретно, да, в теплом штате, под открытым небом. Ну, вот так выглядит подъезд в нашем случае, да, вот там, если видите, между этажами такие переходы, под открытым небом. Вот ты вышел в подъезд, и ты сразу на улице, грубо говоря, оказался, у тебя тут будут такой проход, там какие-то лестницы, да, и это будет, как правило, все под открытым небом, переходы. Вот, это прикольно, конечно, потому что необычно, что ли, для сибирских людей, точно необычно, точно очень интересно. Ну, вот, мне кажется, во всех теплых штатах так. Ну, понятное дело, там, где снежно, там, где холодно, там нормальные подъезды, скажем так, с крышами. Вот, нету таких прям больших открытых местностей. Тоже касается, кстати, школ, ну, ладно, это уже тема другого видео. Балконы здесь, кстати, людям для отдыха, то есть не так, как в наших странах, да, это балкон для хлама. Вот, здесь все-таки люди любят ставить столик, стульчики, сидеть, пить кофеек, наслаждаться. Балконы людям, как вы можете видеть, патио, да, нужны для того, чтобы отдыхать. Всегда стоят столики, стульчики, как-то украшают кто-то, красиво пытаются зеленью, да, и можно посидеть, отдохнуть, расслабиться, так сказать. У нас вот тоже стоит столик, Эрикина кухня детская, зонтик, чтобы солнышко избегать. У соседей, в принципе, тоже. Можно барбекю еще поставить, такую небольшую, тоже планируем это сделать. И сидеть, наслаждаться жизнью. Хотя на самом деле редко вижу кого-то на патио, чаще всего вижу кого-то одного, кто делает барбекю, потом уходит домой съесть со своими близкими и родными, со своей семьей. Вот, но иногда застолье тоже устраивают. Мы, допустим, очень часто тусим на патио, нам нравится. Вот, как бы и гуляешь вроде бы, и на солнышке загораешь, и какие-то дела свои делаешь параллельно. Вот, но хлам, они, конечно, тут тоже копят, вы не думайте. Здесь также есть любители хлама. Они его, как правило, скапливают в своих гаражах. Да, в гаражах там просто ужас. Ужас. И даже бывает вплоть до того, что у них уже туда машина не ставится, и они просто ее паркуют перед гаражом, потому что гараж завален. На этом у меня все. Все мои 19 отличий я вам назвала. Может быть, я что-то забыла, может быть, вы уже здесь живете и знаете что-то, что я не назвала, и это поможет новым иммигрантам. Поэтому пишите, дополняйте, будет интересно. Надеюсь, что вас теперь не введет в шок все, что могло бы, потому что я вам немножко раскрыла дверь тайной. Занавес. Все, всем любви, добра. Пока-пока.